Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Рад всех вас вновь видеть среди моих зрителей. Желаю вам хорошего настроения и приятного просмотра. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о акустической системе, которая сейчас перед вами. Это фазолинейная, фазоинверторная акустическая система Technics SB7000. Но прежде чем перейти к описанию непосредственно самой акустики, я бы хотел вместе с вами погрузиться немножечко в историю и рассказать вам о том, как все начиналось. Концерт Мацушита основан в 1918 году. Не выпускал нереально широкий ассортимент товаров. Бытовая, кухонная, аудио и видеотехника, средства связи и даже суда и самолеты. Также концерт Мацушита являлся одним из самых значимых производителей, кто внес наибольший вклад в развитие всей аудио-видеотехники и акустики в частности. Уже тогда, в 1918 году, основатель компании Конусоки Мацушита сформулировал один из своих знаменитых бизнес-принципов. Чтобы внедриться на уже сформировавшийся рынок, нужно делать все на 30% лучше и на 30% дешевле. Конусоки Мацушита всегда считал, что увлечение Hi-Fi не должно являться привилегией лишь платежеспособного меньшинства, располагающего достаточно большими средствами. Поэтому грядущий бум эры Hi-Fi в 1970-1980 годах решено было встретить во всеоружие. Для этого были отобраны лучшие инженеры и конструкторы. Созданы высокотехнологичные лаборатории и исследовательские центры. Так появилась фирма Technics. Опираясь на философию Мацушита, было решено создать институт акустики, который бы изучал не только акустику, но и психоакустику, а также влияние звука на сознание человека. Инженерами Technics были проведены тщательные исследования форм сигнала различных музыкальных инструментов и голосов исполнителей. Команда исследователей Technics разработала специальный метод измерений, с помощью которого можно было оценивать фактическую достоверность воспроизводящихся акустическими системами звуков. С помощью прецензионных измерительных приборов был проанализирован целый фортепианный концепт и произведена его запись на магнитную ленту. Проводились сравнения форм живого сигнала с тем, что получалось на выходе. В различных акустических системах. Это помогло решить проблемы достоверности звуковоспроизведения. Так было впервые обнаружено, что негативное влияние на качество звука оказывают временные задержки в приходе сигналов от различных громкоговорителей в многополосной акустической системе. Было также установлено, какое влияние оказывают разнообразные материалы звукопоглотители и корпуса акустической системы. Какие материалы для диффузоров более естественны для слуха человека и многое другое. Обращаю ваше внимание на то, что в качестве эталона был взят как раз аналоговый звук и создавали все условия для наибольшей достоверности звучания акустических систем. Все легендарные акустические системы Technics были разработаны в эпоху прогресса и расцвета Hi-Fi. С 1975 года по 1980. В 1983 году институт акустики был сокращен. Теперь инженеры Technics для создания новых АЭС пользовались решениями, наработками, которые были созданы за период существования данного института. В 1989 году, со смертью основателя корпорации Конусоки Мацушиты, Мацушиты Электрик начались широкомасштабные реформы, в ходе которых акционерами под воздействием инвесторов, которым важно, как всегда, получение максимальной прибыли. Больше ничего. Так вот, ими было принято решение упразднить институт акустики. В том числе были проданы уникальные безэховые камеры, здания и все сопутствующее оборудование. То есть теперь главной задачей было вывести марку Technics в более доступную и массовую нишу. тем самым маркетинговые решения уничтожили все самые лучшие начинания, которые были заложены в эту компанию основателем. Большая часть средств, ранее направляемых на разработку новых технологий и повышение качества производства, направили на рекламу и маркетинг, что в дальнейшем негативно отразилось на качестве продукции и имиджей бренда. Но хочется отметить, что для внутреннего рынка Япония в конце 90-х годов, в начале 2000-х, малыми партиями выпускала весьма достойные вещи. Например, в это время были изготовлены известные компоненты от Technics. Это двухблочный усилитель SE-A7000 и SU-C7000. А также эксклюзивная акустика SB-M1000. Но построением уже этой акустической системы занимался маленький цех ручной сборки в Усаке. Теперь расскажу непосредственно о предмете сегодняшнего обзора, о самой акустике. Technics SB-7000, можно так сказать, АЭС, с которых началась триумфальная история акустики марки Technics. Эта акустика соответствовала одному из главных принципов основателя корпорации Masushita. Нужно делать все на 30% лучше и на 30% дешевле, чем у конкурентов. Выпуск этих АЭС начался в 1975 году. Первые в мире фазолинейные акустические системы. Цена за пару была в районе 700 долларов США или 100 000 йен за штуку в Японии. Для тех времен сумма в 700 долларов была бы весьма существенна. Но это не те деньги, за которые можно было купить первоклассную акустику. Ближайшие конкуренты были либо сильно дороже, либо значительно уступали по качеству звука. То есть корпорация Masushita смогла предоставить высококачественный звук более широкому кругу людей и получить еще с этого хорошую прибыль. Как это было достигнуто? Прежде всего гениальные конструктивные разработки, проведенные в институте акустики и психоакустики корпорации Masushita. В ходе экспериментов инженеры Technics создали уникальный измерительный инструмент – сдвиговый регистр, который представлял собой схему компенсации запаздывания звукового сигнала. С его помощью стало ясно, что принцип монтажа всех громкоговорителей акустической системы в одной плоскости неправильный. В результате длительных измерений при помощи сдвигового регистра за счет пространственного разнесения громкоговорителей в вертикальной плоскости стало возможным размещать в одной плоскости не подвесы АС, а акустические центры излучения, что привело к достижению синфазности излучения всех громкоговорителей, установленных в акустической системе. В качестве материала диффузоров впервые в мире были использованы композитные конусы на основе целелозы с аромидными волокнами. В качестве высокочастотного тритера была использована головка с мощной стронцевой магнитной системой и шелковым куполом увеличенного диаметра 32 мм. Корпуса акустики были сделаны из недорогого ДСП с добавлением отходов производства. На низкочастотнике и среднечастотном динамике используются штампованные, а не литые корзины. Фильтры собраны на недорогих, но качественных электролитических конденсаторах. Катушки индуксивности имеют ферритовые сердечники, что помогает сэкономить на медном проводе. И другие способы экономии в этой акустической системе позволили сделать эту акустику доступной, но не в ущерб качеству. Все как завещал Мацушита. 30% дешевле, но на 30% лучше, чем у конкурентов. Инженеры экономили при создании этой акустики на всем. К примеру, вот эти элементы кабинета, которые удалялись после отфрезерованного отверстия под динамик, они также помещались на внутреннюю часть стенки для того, чтобы создать дополнительную жесткость не такому уж толстому кабинету в акустике, а сверху уже все пространство задемпфировано звукопоглощающим материалом. Также экономия, но не в ущерб качеству, была в подвесах динамиков. Подвесы были сделаны из специального состава бутилка учука. Но вот парадокс, такая экономия сделала подвесы не только с уникальной эластичностью, но они еще оказались очень надежными и служат дольше, чем аналогичные тканевые или ППУшные подвесы. Вот сейчас я вам продемонстрирую, вот эта кисточка, и вот при малейшем нажатии мы видим, что подвес и сейчас очень мягкий, податливый. Нет абсолютно никаких проблем с его жесткостью. Низкочастотная динамика имеет диаметр 35 см. Что в этом классе, наверное, делает эту акустику абсолютным лидером по размеру низкочастотного динамика. Он достаточно крупный для данного кабинета. Модель динамика ES35PL05S. Несмотря на штампованную корзину, на которой построен этот динамик, он сконструирован как все гениальное, просто и правильно. Поэтому звучит очень здорово. Среднечастотный динамик 12 см. Модель EAS12PM70S. Ничто иное, как уменьшенная копия низкочастотного динамика. Несмотря на магниты среднего размера и неохлаждаемый керн, динамики, установленные в Technics SB7000, имеют огромный запас по перегрузке. Благодаря высокотемпературным звуковым катушкам, которые почти невозможно спалить. В середине 70-х годов, когда эта акустика создавалась, источников звука, воспроизводящих диапазон частот выше 20 кГц, можно было посчитать по пальцам. Поэтому частота выше 20 кГц была не так актуальна. Даже сегодня, в цифровую эпоху, данные твиттеры, которые применялись в 7000 модели, могут оказаться для некоторых людей плюсом. Они хорошо смягчают жесткий звук цифры. Благодаря куполу большого диаметра дадут превосходную атаку и масштабной звуковой сцены. Еще одно уникальное техническое решение в этой акустической системе – это так называемый резонатор гейм-гольца. Вот это отверстие – это такой тип фазовинвертерного отверстия, которая по своим параметрам работает эффективнее и безопаснее для динамической головки. Поскольку, во-первых, добавительные размеры и эффективность выше у такого решения. Во-вторых, степень раздемпфирования, характерная для резонатора на самых низких частотах, отнюдь не так опасна, как фазовинвертеры. Теперь хочу вам рассказать о характеристиках этой акустической системы. Диапазон частот от 40 Гц до 20 кГц. Чувствительность – 93 дБ ватт на метр. Номинальное сопротивление – 6 Ом. Максимальное звуковое давление – 115 дБ. Максимальная допустимая мощность – 150 Вт. Масса одной колонки – 36 кг. Дорогие друзья, сегодня для прослушивания этих акустических систем я решил применить следующую связку. Источником будет вот такой референсный CD-проявитель Opera, аппарат с ламповым выходом. Он будет скоммутирован напрямую, без предварительного усилителя, сразу к усилителю мощности Acuphase P800, который, в свою очередь, уже будет связан, будет отвечать за работу акустики. Итак, приступим к прослушиванию. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok